Привет всем любителям пива! Добро пожаловать на самый высотный обзор на канале Бир Ченнел. Он может быть и вообще на ютубе. Хотя я сомневаюсь, мне кажется, я один такой дебил, который поехал в горы снимать про пиво. Мы находимся на моей малой родине, в северной Осетии, и соответственно будем снимать обзор на самое популярное осетинское пиво. Правда, скорее всего, мне после этого обзора запретят въезд в Осетию на государственном уровне. В Грузии уже запретили въезд. Мы планировали сделать отдельный большой выпуск про Грузию, но, к сожалению, не пустили меня на таможни. В Грузию меня уже не пустили. Осталось запретить въезд в Осетию. Но нет, посмотрим, каким окажется пиво. Вкусным или нет, потому что я пробовал его достаточно давно. Это два пива гиганта местечковых. Это Бавария и Дарьял. Если Бавария, кстати говоря, в России продается, в гипермаркете окей, можно купить. То вот Дарьял это такое прям вот местное пиво, которое пьют все осетины. Я уезжал отсюда, сколько лет прошло, дай бог памяти, лет 15, может быть, 17. И вся Осетия пила вот именно это пиво, Дарьял и Бавария. И я приезжаю спустя много лет сюда. Мы периодически на лето сюда ездим. И также и продолжают люди пить это пиво. Вообще во всех магазинах стоит только Бавария и Дарьял. Правда, появляются какие-то новые марки. Мне частенько пишут мои друзья, там знакомые. Но я, если честно, нигде не встречал. Ни в супермаркетах, ни в каких-то пивных магазинах. В общем, ассортимент пивной здесь достаточно скудный. Поэтому сегодня мы будем заценивать вот эти два экземпляра. Бавария светлая, самое простое. И Дарьял живое, оригинальное, светлое пиво. Характеристики у них более чем стандартные. 4-5% алкоголя. Здесь 12% плотности. И здесь также 12% плотности. Что ж, кстати, Дарьял живое. Ну, по праву же им называется, надо сказать. Потому что пиво не пастеризованное. Открываем и пробуем. Собственно, вот так они выглядят. Это Бавария, это Дарьял. Дарьял, я помню, пробовал очень давно. И он мне не нравился. Потому что пиво было такое грубоватое на вкус. Вот знаете, когда вы делаете глоток. И чуть-чуть даже морщитесь от вкуса этого пива. Вот таким был Дарьял. Я думаю, он таким же и остался, судя по аромату. И вот с этим пивом идеально подошла бы какая-нибудь соленая рыбка как раз. Но вы помните, что я соленое с пивом не советую мешать. Все это вредно, вредно. Нужно пиво пить отдельно, а рыбку есть отдельно. Аромат здесь такой, достаточно солодовый. Чуть-чуть с дринцой. Ну, надо сказать, обычный, нетривиальный аромат. Присущий, наверное, каждому региональному пиву. Ничего особенного здесь нет. Давайте пробуем сначала Дарьял. Ну и знаете, да, во вкусе здесь осталось все то же самое. Такой слегка грубоватый солод. Немножко такая легкая хмелевая горчинка на послевкусие. Есть чуть-чуть водянистости. Правда, пиво стало несколько помягче. Может быть, за счет того, что оно живое. Но пьется, в принципе, мягенько. Но это такое прям пиво с ощутимой такой хмелевой горчинкой. Не могу сказать, что это плохое пиво. Не скажу, что в нем есть какая-то там дринца и так далее. Ну и ничего хорошего про него тоже сказать не могу. В общем, простое, легкое, нейтральное пиво с ощутимой такой хмелевой горечью на послевкусие. И где-то еще отдаленно играет алкогольная нотка. Переходим к Баварии. И знаете, аромат здесь несколько поприятнее, чем у Дарьяла. Здесь все-таки он такой грубоватый с некой дринцой. А здесь, знаете, все в порядке. Это такой хорошо выброженный нейтральный солод. Вот без какой-либо дринцы, ну, ничего тут лишнего я не наблюдаю. И знаете, этот аромат, он несколько помягче, поприятнее. Он такой вот прям вот сглаженный. Все углы скошены, сглажены. А здесь вот он, ну, все-таки грубо. Грубое-грубое пиво. Очень напоминает, знаете, какое-нибудь Хадыжинское с курортов Краснодарского края, которое многие так хвалят. Но, честно говоря, пиво не очень. Что ж, давайте пробовать. Ну и во вкусе, надо сказать, здесь тоже все без сюрпризов. Нейтральное солодовое тело, почему-то оно легче воспринимается, чем Дарьял. Оно такое более питкое, более водянистое. Хотя вкуса воды водопроводной, пресловутой, я здесь не чувствую. Максимально легкое, максимально простое пиво. Чуть-чуть выступает кислиночка. Но, видимо, из-за того, что пока мы ехали, оно уже нагрелось. Мне кажется, температура этого пива градусов, может быть, 17-18. Хотелось бы попрохладнее, конечно. Но, что имеем, то имеем, как говорится. А на послевкусии выступает уже такая, не сказать, что горькая, но все-таки хмелевая горчинка. Она скорее травянистая и немного даже вяжущая. Но, в целом, Бавария мне понравилась побольше, чем Дарьял. Потому что это пиво более мягкое, более сбалансированное. Нет абсолютно никакой дряни во вкусе. Но при этом оно все-таки максимально два похожих экземпляра. Если вот прям их лоб в лоб вот так сталкивать, да, разница, конечно же, ощутима. А так, что то, что то, максимально легкое, простое, светлое пиво. Я даже сейчас, знаете, по очереди пробую их. И такое ощущение, как будто ты пьешь глоток за глоточком одно и то же пиво. В общем, обычный, незамысловатый региональный масс-маркет и не более того. Следующий у нас на очереди вот этот Эльф от Баварии. Почему-то он везде рекламируется на всех рекламных счетах. Во всех магазинах он максимально приставлен. Видимо, производитель счел его удачным, наверное, экземпляром и решил сделать маркетинговую ставку именно на него. Что ж, давайте пробовать. Максимально легкое пиво, 4% алкоголя, 11% плотности в составе. Все стандартно, даже нет карамельного сода. Все, все, все очень просто и нетривиально. Ну и аромат такой же, как и у Баварии светлый. Я даже не знаю, какие здесь различия могут быть. Нейтральный солодовый аромат. Ну и немножечко дринцы есть все-таки. Пробуем. И что сказать здесь, я даже не знаю. Вот приехали специально сниматься в горы. И вот такое весьма посредственное и не особо вкусное пиво. В общем, солодовая небольшая дринца выступает на послевкусии. Небольшая хмелевая горчинка. И все. На этом никаких сюрпризов, ничего нового относительно Баварии светлой или того же Дарьяла, например. НИ-ХУ. Абсолютно все то же самое. Зачем вам два одинаковых пива, я, если честно, не понимаю. Что вам еще сказать? Приезжайте в Осетию. Здесь очень красиво, как вы видите. Полно всяких классных туристических мест. Да и вообще в целом туристический оборот в Осетии нарастает и нарастает. С каждым годом все больше и больше. Если проехать, например, в центр города Владикавказ на проспект Мира. Это наши пешеходные улицы, где находятся все основные там магазинчики, сувенирные рестораны и так далее. Я никогда, если честно, не видел такого огромного количества туристов. Ну и здесь, собственно, в горах есть прям целый отдельный туристический маршрут, по которому мы сейчас следуем. И можно очень много всего красивого увидеть. Так что приезжайте в Северную Осетию. Что ж, на этом все. С вами был Алан. Оставайтесь на канале Бирченел. Как обычно, по традиции, пейте только хорошее пиво. И помните, лучше по чуть-чуть, но с кайфом. До новых встреч, новых обзоров. Давайте, пока.